20 февраля 1986 года Советский Союз отправил в космос станцию Мир. Она провела на орбите 15 лет вместо запланированных пяти. Приняла космонавтов и астронавтов из 12 стран, пережила пожары столкновение с кораблем «Прогресс», а позже была затоплена в Тихом океане. Что же послужило такому решению о выводе из эксплуатации орбитальной станции «Мир»? Сегодня мы и попытаемся разобраться. С вами ВТЕХНО-2, и мы вновь отвечаем на главный вопрос о том, как это было на самом деле. Орбитальная станция «Мир» – одно из величайших достижений советской космической программы 20 века. Она была запущена 19 февраля 1986 года, еще во времена Советского Союза, и состояла всего из одного модуля – базового блока. Постепенно грузовые корабли доставляли на орбиту дополнительные модули, которые пристыковывались к шестистыковочным портам. К 2001 году станция весила более 124 тонн и была самым крупным космическим кораблем в истории, до тех пор, пока ее не превзошла по массе международная космическая станция МКС. По образному выражению одного из участников космических экспедиций, станция «Мир» напоминала четыре школьных автобуса, столкнувшихся лоб в лоб на перекрестке. Космонавты обычно прибывали и улетали на космических аппаратах класса «Союз-ТМ». Материалы и оборудование доставлялись на беспилотных кораблях «Прогресс-М». В середине 1990-х годов, когда «Мир» стал международной станцией, на него было совершено 9 рейсов американских космических шаттлов «Атлантис», «Индевор» и «Дискавери». Объем базового блока станции «Мир» 90 кубических метров. Там находились жилые помещения, главные бортовые компьютеры и коммуникационное оборудование. К 1996 году к станции добавилось еще пять модулей. Научные «Квант-2», «Кристалл», «Спектр» и «Природа» и стыковочный отсек для прибывающих на станцию американских шаттлов. Станция «Мир» была рассчитана на пять лет пребывания в космосе, но продолжала использоваться вплоть до нулевых годов. За это время на ней побывало 104 космонавта из 12 стран. Первым иностранцем на борту оказался сириец, а американцев на станции «Мир» было даже больше, чем россиян. Разумеется, что за столько лет не обошлось без происшествий. Первое из них случилось еще при стыковке базового блока с исследовательским модулем «Квант». Какой-то непонятный предмет попал в стыковочный отсек, и космонавтам пришлось вне плана выходить в открытый космос, чтобы удалить его оттуда. Оказалось, что стыковке мешал улетевший мешок со средствами личной гигиены. Но по-настоящему неудачным для станции стал 1997 год, в течение которого произошло целых три серьезных нештатных ситуации. Пожар, утечка из системы кондиционирования и столкновения грузового корабля «Прогресс М-34» с модулем «Спектр». Но все они, по счастью, благополучно разрешились, и никто из находившихся на борту космонавтов не пострадал. 23 февраля 1997 года на станции «Мир» находились сразу шесть человек, члены 22-й и 23-й экспедиций. Новая экспедиция прибывает на станцию еще до того, как предыдущая отправилась на Землю. Но система падачи кислорода не была рассчитана на такое число пассажиров. И для того, чтобы в момент пересменки кислорода хватило на всех, использовались специальные кислородные шашки. К несчастью, одна из них воспламенилась. Начался пожар. Станцию заполнил едкий дым, а путь до одного из двух пристыкованных к ней на случай эвакуации «Союзов» оказался отрезан. Стоит заметить, что пожар в космосе очень опасен. На станции быстро выгорает весь кислород, а огонь в невесомости не залить водой. К счастью, пожар удалось потушить с помощью огнетушителя. Но космонавты еще долго ходили в респираторах и избавлялись от летающих всюду хлопьев пены из огнетушителей. В марте того же года на станции последовательно отказали три системы для получения кислорода. И тут же началась утечка из системы кондиционирования. Температура повысилась до 50 градусов по Цельсию. Справиться своими средствами с аварией космонавты не смогли. И в начале апреля на орбиту экстренно был отправлен прогресс М-34 с кислородными шашками, водой и материалами для ремонта. Однако устранить поломку удалось лишь к концу месяца. Многие трубы системы кондиционирования растрескались от времени. Не прошло и двух месяцев, как станцию постигло новое несчастье. Во время эксперимента по ручной стыковке прогресса М-34 со станцией управление кораблем было потеряно. И он врезался в станцию, повредил одну из солнечных батарей и оставил пробойную в модуле «Спектр». Чтобы не допустить разгерметизации всего орбитального комплекса, «Спектр» пришлось в буквальном смысле отрезать от остальных. Не просто плотно закрыть ведущий в станцию люки, но и перерубить проходящие через него провода. Энергоснабжение станции было нарушено, и восстановить его удалось только к августу. Утечку воздуха из поврежденного модуля так и не удалось устранить. Станция стала опасна как для космонавтов, находящихся на ее борту, так и для всего населения Земли. Состояние автоматики станции при отсутствии экипажа, который окончательно покинул станцию в августе 1999 года, стало критическим. Компьютер мира был отключен, и станция находилась в спящем режиме. На борту мира проводились многочисленные эксперименты, давшие науке много важнейших результатов. Однако ценность выполняемых на ней исследовательских программ незадолго до затопления свелась практически к нулю. Проводить исследования на старой станции МИР стало небезопасно, дорого, а часто и невозможно. Оборудование МИРа сильно устарело. Соответственно, наука, которая за это время далеко ушла вперед, не нуждалась в тех исследованиях, которые можно было провести на таком оборудовании. Кроме того, уже существовала новая МКС с новейшим оборудованием, более комфортными условиями и большей степенью безопасности, на которой было удобнее и эффективнее проводить все исследования. После всех этих катастроф стало очевидно, что работать на станции МИР небезопасно, а просто так держать ее в космосе слишком дорого. Поэтому было решено свести комплекс с орбиты и затопить его в Тихом океане. Станция была сведена с орбиты 23 марта 2001 года. Обломки МИРа упали в Тихий океан, специально отведенный район между Новой Зеландией и Чили. Это место площадью в несколько тысяч квадратных километров является своеобразным кладбищем советских и российских космических аппаратов. Там, начиная с 1978 года, было затоплено более 85 орбитальных конструкций. А с вами был ВТехно-2. Всего вам доброго, берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова